МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мимо кассы провели работники фасфода из Витебска около 725 тысяч рублей. Махинации с выручкой удалось провернуть благодаря отсутствию кассового оборудования. Ушлых продавцов бургеров и хот-догов поймала областная инспекция. Всех причастных привлекли к административной ответственности. Плюс субъекту хозяйствования пришлось доплатить 34,5 тысячи рублей налогов и пений. В эфире телеканал «Звезда хроника чрезвычайных происшествий Рубикон». В студии работает Николай Якубеня. Здравствуйте. 30-летний житель Полоцка решил стать индивидуальным предпринимателем. В качестве направления выбрал продажу оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Товар сам и находил, занимался раскопками в местах боевых действий. Бизнес шел хорошо, пока черным копателям не заинтересовались правоохранители. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий зафиксирован факт сбыта фигурантом целого арсенала. Это 7 ручных гранат, 2 артиллерийских снаряда, почти 40 патронов различного калибра, тратил, гексоген, иные взрывчатые вещества общей массой более 5 кг, миномет, винтовка Мосина и два штыка. Несостоявшегося бизнесмена задержали вместе с родственником, 39-летним жителем Новополоцка. Последний занимался организацией сделок. По месту жительства обоих провели обыск и обнаружили еще винтовку Мосина, корпуса от взрывных устройств, патроны и части снарядов. Возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Провалился бизнес и еще у одного предприимчивого 34-летнего жителя Новополоцка. Мужчина организовал группу из 8 человек для хищения и легализации автомобилей. Жертвами становились владельцы дорогих иномарок, в большинстве случаев японских и корейских. Преступная схема заключалась в следующем. Участники банды подыскивали документы, части кузова, а также таблички, содержащие идентификационные номера, для последующей их установки на автомобили. А после под эти атрибуты на территории России похищали транспортные средства. Уже в Белоруссии шла переделка авто. У организованной группы был внушительный арсенал, приборы для отключения сигнализации, радиостанции, глушилки, оборудование и специальное программное обеспечение. Следствием установлено 16 фактов хищения, а общая сумма ущерба составила более 600 тысяч белорусских рублей. Один участник банды объявлен в розыск, остальные заключены под стражу, причем четверо на территории России. Новополучанин, как организатор преступного бизнеса, проходит по четырем статьям. У одной травма головы, у другого уголовное дело. Так закончился поход в ночной клуб для двух незнакомых друг к другу жителей Новополоска. В качестве пострадавшей оказалась 37-летняя женщина. Резаную рану от мягких тканей головы она получила от попадания осколка бутылки. Как выяснили оперативники Новополоского ГУВД, хулиганский поступок совершил 28-летний местный житель. Мужчина изрядно выпил и вступил в конфликт с другим посетителем увеселительного заведения. Подозреваемый ударил его бутылкой, и она разлетелась на куски. Один из них и попал в голову женщине. После этого пострадавшая упала без сознания и была доставлена в медицинское учреждение. Новополочанин скрылся с места преступления. Мужчину задержали и предъявили объединение по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса. За хулиганство ему грозит до 10 лет лишения свободы. Конец января выдался напряженным для спасателей Новополоска. Менее чем за сутки в городе произошло два пожара. К счастью, обошлось без жертв. 29 января в Центр оперативного управления городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что горит квартира на втором этаже пятиэтажки по улице Молодежная, 56. По прибытии работники МЧС в помещение обнаружили хозяйку 1966 года рождения. С отравлением продуктами горения, ожогами кожи и верхних дыхательных путей женщину доставили в больницу. Ввиду сильного задымления в лестничной клетке были эвакуированы проживающие с вышележащих этажей. В том числе над этой квартирой жила семья, муж, жена и ребенок. Было при помощи масок, одеваемых на спасаемых, выведены через данную задымленную среду эти граждане. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – это курение в состоянии алкогольного опьянения. А в полшестого утра 30 января сигнал о помощи подали с улицы Ларинская, что в районе остановки общественного транспорта «Луговая». В частном секторе загорелась баня. Пожар был довольно большой, но прибывшие силы и средства в кратчайшие сроки ликвидировали загорание. В настоящий момент проводится проверка по причине возникновения пожара. В результате проверки будут установлены причины и что к этому привело. Следователи Витебской области завершили расследование уголовного дела о страшном ДТП, которое произошло 3 июля 2019 года на территории России с участием белоруса. В злополучный день 38-летний житель Постав вместе со своим знакомым распивал спиртное. Позже к мужчинам присоединились две подруги. И компания решила покататься. За рулем Поставчанин. Водитель не справился с управлением, съехал в Кувет, где автомобиль перевернулся. В результате два пассажира погибли. Еще одна россиянка получила тяжкие телесные повреждения. Белорус отрицал, что управлял транспортным средством. Спустя время вернулся на родину. Российские же следователи провели многочисленные экспертизы, установили расположение людей в салоне, а также, что все они находились в состоянии алкогольного опьянения и не были пристегнуты ремнями безопасности. Только в крови Поставчанина обнаружен этиловый спирт в концентрации почти 4,5 промилле. Летом 2022 материалы уголовного дела россияне передали белорусским коллегам для дальнейшего расследования. Следователи УСК по Витебской области назначили дополнительные экспертные исследования, производство которых поручили Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь. Автотехнической экспертизой установлено, что водитель двигался со скоростью не менее 134,8 км в час, при разрешенной 90. Собранный характеризующий материал показал, что после совершения преступления мужчина жил в Поставах, злоупотреблял алкоголем, не имел постоянного места работы, неоднократно привлекался к административной ответственности. Также установлено, что обвиняемый более года уклонялся от уплаты алиментов своей 14-летней дочери. 38-летний житель Постав заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по двум статьям. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения. А также за уклонение от уплаты алиментов. На этом все. В эфире увидимся ровно через неделю. Будьте бдительны и не переходите Рубикон. Продолжение следует...